Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, друзья, приветствую всех вас из Тулы с любовью во Христе Иисусе Господе нашем и ни в ком он нам нет спасения. Иисус Христос, Спаситель наш. Да, друзья, и здесь сегодня прохладно в Туле у нас, да, холода, осень, да, и мы в преддверии осенних праздников. Конечно, в Израиле погода иная, гораздо теплее, здесь в земле северной всё, конечно, иначе. Но именно если брать, сравнивать погоду, в Израиле, конечно, да, позволяет даже и на улице проводить ещё празднества, праздник кущ. А здесь некоторые годы кущи бывают в снегах. Поэтому у нас шалаши, кущи обычно в домах мы делаем, да, во дворах где-то. Вот. Но вообще осенние праздники это действительно удивительные празднества. Где бы мы ни праздновали, хоть в Святой Земле Израиля, да, хоть в Рассейне, хоть в южных широтах, где-то там на экваторах, пусть даже и в Заполярном кругом, да. Бывал я в Заполярье одно время, часто бывал, служил, Словом Божьим, Воркута, Ямал-Ненецкий округ, Якутия, очень разные, Аляска, очень разные регионы, страны посещал. Ну, кроме канадской территории, кроме Канады, да, в принципе, в Заполярье всё проехал я. И служил в северных широтах таких, и тоже на осенних праздниках бывал, да, в мессианских общинах даже на Аляске в Заполярье проповедовал, в мессианском собрании. Да, и знаете, самое главное, чтобы эта куща была нашим сердцем, да, эта куща, этот шалаш, да, чтобы это переживание было наше с Богом. И ожидание вот этого Царства Божьего, да, который уже сейчас здесь, который уже сейчас в наше сердце, в нас верующих и среди нас, это потрясающе. Я верю, что вернётся наш Спаситель Иисус Христос, как Он и обещал, прийти, да, Его первое пришествие было, конечно, совсем иное, нежели второе, да, совсем не схоже. Второе пришествие Его на облаках небесных, да, при гласе Архангела, при трубе Божьей, Его второе пришествие, конечно, будет зрелищным, совсем иное, но и первое, и второе пришествие Его, кстати, да, оно именно как раз связано с этими празднествами. Да, вот здесь вот покажу вам фонтан. Сейчас здесь, здесь, да, да. Сейчас вечером, ну, да. И Остаётся, остаётся считанный, вообще, до праздника. И вечером здесь молюсь людей сейчас, из-за погоды такой холодной, очень мало на улице здесь. И Молюсь за Тулу, землю тульскую. Осенние праздники. Хоть в Туле, хоть в Тульской области, да, проповедовать, ну, проводить их, да, проповедовать здесь. Хоть в других регионах России, или в Украине, или в Африке, или где угодно. Знаете, в чём убеждаюсь? В том, что действительно Христос в нас. Он среди нас, и Он в нас. И вот эта куща... Ведь кульминация осенних праздников, извиняюсь, так что... Здесь вообще такое ветрище. Кульминация осенних праздников, о чём я хочу сказать сегодня, является праздник кущей. Поставление кущей. Сукот. Сука – это шалаш, куща. Сукот – это, значит, куща, шалаши. Праздник шалашей. Вот. И где-то, в какой-то степени, да, согласно Слову Божьему, это ещё и воспоминания тех шалашей, тех кущ, которых мы жили 40 лет, да, после выхода из Египта. То есть, каким-то образом осенние праздники являются отголоском вот этих весенних торжеств. И осенние праздники отголоском являются и Пасхи, и Пятидесятницы, и всех этих событий, вспоминаемых весной. Но это таинственные праздники, праздники будущего. Я обычно так говорю, что осенние праздники – это праздники будущего. Это ещё не исполнившиеся. Поэтому для нас всё равно, как ни объясняй, как ни рассуждай, это тайна. И мы до конца не знаем, никто не знает на земле вообще, до конца всех этих тайн осенних праздников. С весенними проще. О весенних праздниках проще говорить. Праздники Господни, весенние – там всё понятно. Для нас, новозаветных верующих, наипаче. Вообще всё ясно, что наша Пасха, сам Христос, что Он действительно пришёл и всё совершил. Мы это поём, провозглашаем уже два тысячелетия. Дети Божьи всё совершил, Он нам дал победу. Дьявол побеждён, и смерть не влавствует теперь. Иисус Господь наш. И это провозглашаем, поём и живём этим. И так же Пасха, так же и Пятидесятница, уже исполнившаяся. Потому что это Дух Святой, который в нас, и общение с Ним каждый день нашей жизни. Поэтому я и у себя в церкви тоже говорил не раз, что и Пасха, и Пятидесятница, и вообще весенние праздники, если брать, то они для нас уже, как бы да, уже прошлое. Поэтому, в принципе, мы, новозаветные верующие, можем это не праздновать тоже. Это уже исполнившиеся. Мы этим живём просто. И Пасха, и Пятидесятница, мы этим живём каждый день. А вот осенние праздники здесь сложнее, здесь всё иначе. Здесь нужно напрягать и тренировать веру нашу. Здесь, да, трудно праздновать то, чего ещё не было. Да, и это не то, чтобы мы там наделим шкуру с неубитого медведя, да. Нет, это действительно глазами веры мы видим уже свершившимся фактом. То, что пришёл Иисус, пришёл Господь, и Его царство наступило, тысячелетнее царство Его. Как кувертюра, блаженная вечность, текуну лам, исправление мира. Свершилось. Оно свершается, но оно уже свершилось. Поэтому вера есть осуществление ожидаемого, при полной нашей уверенности в невидимом. Удивительно. Для меня все празднующие осенние праздники Господни, герои веры, я призываю всех вас к этому, друзья, присоединяйтесь к осенним праздникам. Конечно, началом этих праздников является праздник Трубного Зова, Йом-Кар-Луаф. Ну, в народе мы его называем Рош-Хашана, да, Голова Года, Новый Год. Кстати, наступает 5783-й уже год от создания мира, от Адама, от сотворения мира. Вот, потом Йом-Кипур, праздник или день, о котором, наверное, больше вопросов, нежели ответов. И чем больше мы пытаемся ответить на эти вопросы, тем больше вопросов возникает новых и новых. Каждый год, каждый год и вопросы все новые и новые возникают. Да, это удивительно. Но мы посмотрим, мы доживем, мы увидим, что это будет, да, это совершится. Наш первосвященник Иисус Христос возвращается. А потом Суккот, поставление кущей. Пусть Бог благословит всех вас, друзья. Уже темнеет, уже вечереет. А это значит, что? Это значит, начинается новый день. Заканчивается день и начинается новый день. Ну, сейчас пасмурно, сейчас трудно даже разобрать. Весь день пасмурно. То дождь, то ветер такой. Да. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Общение Святого Духа со всеми нами. Аминь, друзья. Мир всем вам. И спешу напомнить, что в этом году ночь новогодняя, новомесячий, новолетие, да, Рош-Хашана, Йом-Таруа, праздник трубного зова, коронационного трубного зова. Ночь. Начинаем торжество с 25 на 26 сентября в этом 22 году. Это будет ночь на 1-й тиши. Первое число с 12 месяца, если от исхода. 3334 года от исхода. И начало 5783 от создания мира. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. И благоставляю твоим святым именем всех. И подписчиков канала здесь на ютубе. Всех друзей церковной реформации. Всех, всех, всех. Во имя Господне. Потому что Бог во Христе примирил с собой весь мир. С одной стороны, мы живем в этом мире, который нуждается в примирении. Который принимает. Слава Богу за тех, кто принимает примирение. А с другой стороны, Он уже примирил с собой весь мир. С одной стороны, Агнец Божий 2000 лет назад пришел и заклан был за нас. С другой стороны, Он от века закланный, от вечности закланный. Удивительно. С одной стороны, исцелен человек. И все мы исцелены. С другой стороны, мы принимаем это исцеление. Спасение, освобождение. Удивительно. Альфа, Омега, начало, конец, первый, последний Все, короче И прошлое, и настоящее, и будущее Это все он Он тот, кем он является И он будет тем, кем он будет Ют Хей Баб Хей Ягова, Яхва Да, удивительно Тайна, таинство Таинство веры Пусть Бог благословится к вас Шалом, мир всем вам